Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Сегодня мы готовим что-то простое и вкусное. Самое главное, конечно, что это вкусное, но если это будет несложно готовить, это же тоже круто, согласен, да? Сегодня готовим беляши ленивые или для ленивых. В общем, очень простой рецепт. Вот ингредиенты, которые нам нужны. Это свинина. Я с ней, кстати, сто лет ничего не готовил. Это, между прочим, можно вообще сделать отбивные. Это шейка, уже нарезанная. Но я буду делать из этого фарш. Петрушка, лук, там, все, что хотите, в принципе, в начинку, хоть с говядиной, хоть с курицей. А для теста нам потребуется мука, яйцо, сода в качестве разрыхлителя, ну, либо просто разрыхлитель теста, не принципиально. Соль, немножко сахара. В общем, вот они все ингредиенты, они же в описании. Погнали! Кефир 450 приблизительно миллилитров. Может быть, пол-литра, не принципиально. Будем смотреть по консистенции. Кефир добавим в соду, и сода начнет гаситься, потому что там есть кислота, а гашение соды даст пузырчатость. Правильно. Добавляем, и, в общем-то, особо нам не надо сейчас терять времени. Надо сразу забабахать тесто. Еще добавлю. Одно яйцо добавим. Ой, рукожоп! Посолим. Чайная ложечка. И сахар. Ну, сахар, в принципе, по вкусу. Я вот так вот, чтобы все-таки немножко было сладенько. Просеем муку. Я всегда стараюсь просеивать муку. Я не знаю, почему, но так лучше. И теперь все вместе перемешиваем. Нам надо добиться консистенции оладушков. Совершенно верно. Я уже об этом сказал чуть ранее. Оливка, у масла, в тесто будет вообще не лишним. Тесто получается такое, оно падает, не торопясь, с ложки. Это то, что нужно. Давайте сделаем начинку. Начинка для пеляшей, она всегда вариативная. Там нужно мясо, но нужно много лука. И мы, в общем-то, это повторим. Причем лука надо категорически не меньше, чем мясо. Если и меньше, то совсем на чуть-чуть. Я лук буду крошить просто в труху. Я плачу от радости, что мы готовим сегодня такое вкусное блюдо. Лук можно пропустить через мясорубку, по идее. Но лучше этого не делать, потому что просто сок вот он уйдет в никуда. Понимаешь, он выдавится, он не измельчится, он выдавится. А нам нужны кусочки лука, чтобы они начали выделять свой сок уже внутри фарша во время приготовления. Чтобы фарш у нас, чтобы фарш остался сочным. Лучше уж плохо нарезанный лук, чем хорошо пропущенный через мясорубку. Серьезно, не поленитесь. Он такой уже почти кашется, но еще не кашется. Такие маленькие кристаллики лука. Офигенно. Я еще буду добавлять петрушку. Опять-таки, на ваше усмотрение. Например, любите укроп, добавьте укроп. Любите кинзу, добавьте кинзу. В общем, какая-нибудь зеленушка. Можно лук зеленый вместо этого или вместе с этим. Не имеет значения. Нравится смотреть, да, когда кто-то режет. Мне тоже это доставляет удовольствие. На самом деле, гораздо приятнее именно резать, а не смотреть. Особенно хорошими ножами. Самура. Ссылочки в описании, как всегда, в каждом ролике. Переходите. Промо-код Покашеварим. Острые, классные, стильные, красивые ножи. Самура. Ну вот и все, смотри. Тоже такая труха получилась. Нормально, нормально. Лучше, чем в мясорубке точно. Но все-таки мясорубке нам не избежать. У меня здесь вот кусочки свинины. Нарежем, чтобы это влезло в мясорубку. И сделаем из этого мяса фарш. Берем лучок. Оп! Добавляем к фаршу. И петрушку тоже. Добавляем соль и перец. И хорошенько вымесим. Уже очень вкусно пахнет. Знаете, что вот очень хорошо делать с фаршем, который идет внутрь каких-нибудь чебуреков, беляшей. Маленький, но крайне важный нюансик. Добавить немножко воды в фарш. Это всегда хорошо, серьезно. У вас внутри фактически будет бульончик. Еще добавлю. Он получается мягкий. Он получается такой, знаешь, какой-то вот не комком лежит, а он как будто бы... Он как будто бы классный. Все, ребят, это то, что нужно. Отличный фарш, отличное тесто. Давайте сделаем. И наша задача на небольшом огне сейчас все это обжарить. Сделать оладушки с начинкой по факту. По принципу оладушек. Выкладываем тесто. Сверху начинки. И, естественно, закрываем это еще тестом. Фарш закрыли. И на небольшом огне, потому что нам важно, чтобы внутри все приготовилось, а снаружи не сгорело, обжариваем с двух сторон. Небольшой огонь и крышечка. Вот это отлично. Внутри будет как бы такая паровая баня, и все приготовится отлично. Ну, первая порция вроде не комом вышла. Снимаем. Добавляя начинку, как бы вплющивайте ее туда внутрь, чтобы он пошире был. Огонь. Все приготовилось, все сочненько, все вкусненько и очень ароматно. Кто скажет, что это оладьи с мясом, на здоровье, ваше право. Я называю это ленивыми беляшами. Очень доброт. Конечно, кефирное тесто, оно уступает по вкусу дрожжевому. Еще лучше вообще какой-нибудь на закваске тесто сделать. Но мы здесь не про это, мы про то, чтобы быстро и вкусно приготовить. Это получилось быстро? Да. Это получилось очень быстро. Получилось вкусно? Да, офигенно. Фаршик внутри сочный. Воду добавляйте, прям советую. Тесто мягкое. Тесто, оно по вкусу, понимаешь? Ну, что вы, не ели никогда блинчики, оладушки на кефире? Вот приблизительно такое тесто. Но из-за того, что там мясо, ощущение, что ты ешь беляшек, оно есть. Ребята, девчат, повторяйте. Это очень вкусно и быстро готовится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и на мой инстаграмчик тоже подпишитесь. Там много всякой движухи интересной. Всего вам вкусного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok